Встреча с прекрасными музыкантами, звёздами мировой сцены. Мне наоборот хочется вот так приподнять текст и посмотреть, что же там внутри находится. Что же под этим текстом? Какие люди там живут? Молоко ещё на губах не обсохло. Какой кинорежиссёр? Да, да, ну какой кинорежиссёр? Вы сначала научитесь петь, вот это я навсегда запомнила, научитесь петь в общем хоре, чтобы потом начать солировать. Никакая техника не сможет заменить талант и творческую мысль? Но техника, конечно, нужна. Не надо играть в эти сюси-пуси, в друзья там и какие-то. Не мучаешься в решении вопроса, а как бы впускаешь его, доверяясь своей интуиции и так далее, и он всё само собой разруливается, что ли. Мама, почему ты кричишь на этих людей? Я говорю, ну это я мы репетируем. Важно вот так произнести эту фразу, чтобы в неё реально поверить, и тогда всё и у вас сбудется. Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире новый выпуск программы «Рандеву» в Театре «Глобус» премьера музыкальный спектакль «Женитьба Бальзаминова». Сегодня наше интервью с режиссёром постановки Ниной Чусовой. Узнаем все подробности из первых уст. Нина Чусова, театральный режиссёр. Окончила актёрский факультет Воронежского государственного театрального института, играла в Академическом театре имени Горького в Самаре. А в 2001 году окончила режиссёрский факультет Российской академии театрального искусства. И уже как режиссёр сотрудничала с ГИТИСом, театром «Сатирикон», театром «Современник», театром имени Моссовета. Работала с Иркутским музыкальным театром, с Московским театром «Русская песня». Лауреат премий «Московские дебюты», «Чайка», «Гвоздь сезона». Спектакли Нины Чусовой были представлены на международных фестивалях в Мюнхене, Афинах, Международном шекспировском фестивале в Краёве, Румыния, фестивале «Русские сезоны» в Японии. В 2009 году открыла собственный театр «Свободный театр» Нины Чусовой. Первая постановка – спектакль «Портрет» по одноимённой повести Гоголя. С 2012 года художественный руководитель и главный режиссёр театра сказки «Аквамарин» в Москве. С марта 2023 года главный режиссёр Свердловского академического театра музыкальной комедии. Плодотворно сотрудничает с театром «Глобус» с 2006 года. Нина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать в программу «Рандеву». Добро пожаловать снова в Новосибирск. Вы буквально вот сейчас, да, с корабля на бал прилетели и вдруг сразу к нам. Это, конечно, волшебство. Профессия режиссёрская, она заставляет всегда быть вот так в тонусе. Ну, конечно, да. В театре «Глобус» вот совсем скоро, со дня на день премьера. Да спектакль не простой, а музыкальный. Интересный жанр выбран. Почему так и почему именно этот материал? Во-первых, недавно... Это было пожелание театра или ваше предложение? Ну, это совпало, мне кажется, потому что Островский тоже является одним моим любимым автором. Я считаю, что это великий драматург. И, конечно, его пьесы, они всегда актуальны, если честно. Это точно. О грехах человеческих, оборогах и с юмором ко всему этому. Но порой и с другими нотками. Всегда с юмором, всегда в точку попадает. И потом, мне ещё кажется, что нужно отдать некую дань автору. Недавно же был юбилей, это тоже очень важно. 200 лет со дня рождения. Да, это большая дата. И, конечно, Женильба Бальзаминова, мне кажется, это из трилогии последняя часть мы взяли. Как бы сказать, вот ещё самую счастливую. Потому что в двух предыдущих Бальзаминов у нас счастье, как бы сказать, не обрёл. Мне кажется, сейчас очень актуально и важно, потому что в этом спектакле есть такая надежда для всех, что счастье возможно, что все мечты сбываются. Это вообще актуально для всех времён. Мне кажется, сейчас, когда какое-то уныние царит, и хочется дать вот эту надежду, вот этот какой-то огонёчек, что всё сбудется, всё будет хорошо. Что у Бальзаминова столько было страданий. Он совершенно неотрицательный герой. Он просто такой маленький, обыкновенный человек, который желает быть счастливым, желает быть богатым. И в этом нет ничего плохого. И что всё это возможно. И однажды случится. Поэтому, мне кажется, такая близкая какая-то мысль. И мы, когда репетируем, мы всегда артистам заставляем, говорю, важно вот так произнести эту фразу, чтобы в неё реально поверить, и тогда всё и у вас сбудется. И поэтому у них большая задача, на них очень большая ответственность создать некую такую этим спектаклем аффирмацию, скажем так, которая вот пойдёт в публику, и тоже у всех как-то вот витамины какие-то забурлят. Такой интересный энергетический заряд. В организме, да, энергетический заряд. Ну и, может быть, в связи с этим выбранный такой жанр музыкальный, потому что мне вот без музыки вообще как-то тяжело существовать. И мы придумали такую какую-то историю, что у каждого героя есть такой музыкальный зонг. Зонг никто не любит, это почему-то слово, что оно какое-то страшное. Ну, какое-то музыкальное кредо, где он, скажем так... То есть артисты будут петь, или это будет звучать сопровождением музыки? Нет, это будут они сами петь. У них как бы будет место такое откровение, и откровение это всегда будет музыкальное. Готовы артисты театра «Глобус» вот к таким экспериментам? Ну, на самом деле, артисты театра «Глобус» готовы ко всему, потому что у них, во-первых, это не первый мюзикл, и они уже умеют работать очень профессионально. И готовы продолжать, да, в этом же кредит? Да, и готовы продолжать. И вообще я смотрю по театрам, что все более и более артисты такие универсальные нужны, потому что жанры проникают друг в друга, и артист должен уметь все, все. Мы когда репетировали «Робин Гуда» здесь, у меня артисты ходили в школу скалолазания, и там репетировали какие-то сцены, занимаясь вот скалолазанием. Это тоже вот спортом, например. У нас и спорт совмещен с театром, и циркой. Для данного спектакля, вот для «Женитьбы Бальзаминова» что-то аналогичное уже, работа какая-то с телом. Работа с телом продолжается бесконечно, и иногда даже с перебором, потому что очень много ярких таких номеров сложных, потому что Ира Лиховская, мой любимый хореограф, с которым я не первый раз работаю, она, конечно, очень сложная, жестокая, но прекрасная. Удивительное сочетание. Да, да. Приводящее к результатам. Конечно, конечно. И она умеет открывать при помощи пластики какие-то новые грани артиста. Это всегда меня очень радует. Ещё у нас музыку пишет Иван Замотаев. Он такой известный в Москве. У него своя группа есть. Пишет он музыку, скажем так, современную музыку, да, фольк-рок такой вот у нас. Да. Поэтому всё равно будет присутствовать некий налёт фольклорный, но совершенно музыка удивительная, оригинальная и, скажем так, энергозаряжающая. Что по поводу костюмов и сценографии? У нас есть фотографии из пошивочного, да, цеха. Заглянули, посмотрели в общих чертах. Ну, хотим подробности. Да, конечно, прежде всего приглашаю всех на спектакль, потому что много удивительного будет, потому что привыкли, что, может быть, из-за фильма, что достаточно так всё... Скучновато? Ну, как мало мест действия, на самом деле, да, как бы в пьесе. То есть и такое достаточно бытовое оформление. Но так как у нас появилась вот эта вот лазеечка, мечты бальзаминовые, мечты каждого персонажа, то есть все что-то вспоминают, все что-то о своём прошлом и будущем говорят, у нас появилась вот эта зона фантазийная. И это, конечно, очень обогатило, мне кажется, сценографию, сценографию, потому что, скажем так, мы всё время находимся в каком-то путешествии, что ли, по миру вот этого городка, где всё это происходит. Поэтому там будет, мне кажется, прям не хочется говорить, потому что втайне хочется оставить, но много очень интересных каких-то мест, где всё это будет происходить. Я тоже буду на премьере и уже заинтригована. Да, да. Сейчас убедилась, что там на самом деле будет очень интересное действие и на артистов наших любимых уже в таких новых для них обстоятельствах. Хотелось бы тоже посмотреть. И вот как раз-таки вы сейчас своим рассказом ответили на несколько предполагаемых моих вопросов, о своей команде рассказали. И рассказали о том, что классика, а здесь мог бы возникнуть вопрос зрительский, ну что казалось бы, там всё известно, всё понятно, что нового можно открыть. А вот. Да, но на самом деле всегда у классиков, чем и хороши произведения, я очень люблю обращаться к классикам. Притом, скажем так, я не исправляю слова. Никогда. То есть не дописываю свой текст, не меняю. Мне наоборот хочется вот так приподнять текст и посмотреть, что же там внутри находится, что же под этим текстом, какие люди там живут, как вынести, что обычно у авторов, скажем так, за скобками, а это случилось, и герой выходит и рассказывает, что там случилось за сценой. Мне наоборот все эти события хочется вынести на сцену. Поэтому это, скажем так, такой культурный монтаж. Поэтому когда говорят, ой, там вы вольно обращаетесь к классике, это вообще невольно. Я на самом деле следую, скажем так, за автором. То есть в любом случае автор есть основа для всей моей фантазии и для того, чтобы как-то так вот работать и так далее. Мне кажется, авторы всегда рядом. Поэтому очень уважительно отношусь к классике. И вот интересный был момент, когда мы обсуждали с директором, кто же может прийти на спектакль. Ну вот 16+, 12+, 6+, и так далее. И почему-то устойчивое мнение, что это для школьников. А на самом деле Островский для детей не писал его темы. На минуточку. Да, на минуточку. Они очень острые и актуальные. И иногда даже это взрослые темы. Они как раз, мне кажется, для взрослой публики. И вот 16+, ну, может быть, 12+, это, конечно, вот тот возраст, когда люди уже становятся более-менее взрослыми, начинают понимать эти проблемы. Потому что до этого ничего там детского нет, вообще никогда не было. Вот. Поэтому это тоже очень важный момент. Может быть, какой-то вот... И эту серьезную, все равно, не смотря на то, что это комедия, это серьезная очень проблематика вот этого... Жизнь маленького человека вот в каком-то таком вот... Действительно, и что с ним случится, и как возможно, возможности, как бы его, чтобы осуществились, это разговор со взрослыми людьми, мне кажется. Тем более, что касается любви, вот, это тоже очень важный момент. Ваша дружба, ваше сотрудничество с театром «Глобус» начались в 2006 году. И это был тоже спектакль «Женитьба», но уже по пьесе Гоголя. Да, да, да. Одни «Женитьба» просто. Моя тема. Скажите, как вам работается в этом пространстве? И понятно, что труппа с тех пор тоже какие-то изменения претерпела. Артисты другие пришли, те, кто по-прежнему работает, уже тоже на другой уровень. Работы вышли и в себе много открыли для этой профессии. Как вам возвращаться снова в «Глобус» в Новосибирск? Вообще всегда этот театр очень близок, потому что здесь начиналось тоже мое становление. Здесь я приезжала, ставила спектакли «Беременные». Здесь как-то вот настолько много друзей, таких даже родных уже людей. Мы как-то взрослели вместе с этим театром и много чего связано и так далее. Поэтому я всегда, когда возвращаюсь сюда, для меня нет такого вот, что «Ой, что-то прям сильно изменилось». Я все время в процессе вот этого изменения. То есть и люди молодые, которые приходили сюда, тоже взрослели на моих глазах. Я радуюсь тому, что сюда пришла очень талантливая молодежь. И очень хочется с ней работать. Для меня многие артисты прям открытие какое-то и любовь с первого взгляда. То есть это всегда очень радует, когда вот ты приезжаешь, и еще только радость к тебе, а не какое-то разочарование. Поэтому театр живой, театр такой мобильный, скажем так, реагирующий на то, что происходит во времени, и это всегда радует. Знаете, слышала недавно такую фразу, она с одной стороны обидно звучит, с другой стороны доля правды в этом есть. Театральному режиссеру что главное – поставить спектакль. А то, как он будет жить дальше, этот спектакль, отчасти дело свободное. Режиссер свою миссию выполнил. Вот вы как относитесь к подобному мнению? На самом деле это и правда, и неправда. Потому что как бы ты, когда рожаешь спектакль, вот ты его родил, это как ребенок же. Дальше он растет. Конечно, нужно какое-то наблюдение. Но как он вырастет? Во что? То есть все равно есть много каких-то составляющих и много каких-то нюансов, которые вокруг спектакля будут складываться. Это всегда так происходит. Я очень много видела и хороших спектаклей, у которых вдруг почему-то вот судьба не складывалась театрально. А вы со своими спектаклями встречались уже спустя большое количество лет? И как это вот ощущение? По-разному, по-разному. Иногда я ругаюсь очень сильно и требую репетиций, чтобы чуть-чуть привести все в порядок. Потому что есть такая все равно тенденция немножко разрушаться, расслабляться. Потому что когда мы сдаем спектакль зрителю, скажем так, все в тонусе, все молодые, все резвые, все в каком-то находится свежем. Ну еще такая энергия такая. А потом, когда часто это все играется, конечно, чуть-чуть снижается вот этот вот градус. И, конечно, хочется его поднять. Всегда нужен какой-то вот через какое-то время, чтобы режиссер немножко приводил всех в тонус, порядок и так далее. Раз на раз не приходится, конечно, по чистоте посмотреть и как-то так еще взять кнут и привести все в порядок. Да, но стараюсь, стараюсь все-таки. Вы начинали свой творческий путь по ту сторону, актерскую. И это, наверное, настолько хорошая, правильная, гармоничная формула, потому что процесс видится в целом. И вы понимаете, что и с той стороны, и с этой стороны и взаимодействие есть. Ну и все-таки берегата это, наверное, разные. Разные. Ну, конечно, разные. Скажите, пожалуйста, а чего вам не хватало как актрисе? Да я вам скажу больше. Я никогда не хотела быть актрисой. У меня не было такой цели. Я еще в школе как бы хотела поступить на режиссуру и писала экспликацию в Афгик, потому что у меня почему-то кинорежиссура стояла как бы важнее театральной. Но мне оттуда прислали ответ, что типа молоко еще на губах не обсохло. Какой кинорежиссер? Да, да. Ну какой кинорежиссер? Вы сначала научитесь... Вот это я навсегда запомнила. Научитесь петь в общем хоре, чтобы потом начать солировать. Вот. И я приняла это вот как руководство к действию. Крестка. Да, я не люблю вот это страдать, долго переживать. Значит, надо так делать. И все, и дальше понеслось. И дальше я попала в театр. Здесь уже театр никуда меня не отпускал. Уже кинорежиссура померкла. Мне показалось, что в театре вообще магия творится. И режиссер и есть этот маг, который создает из ничего вообще. Вообще просто из ничего какое-то вот это чудо. И это чудо здесь и сейчас воздействует. Его не надо монтировать, его не надо там улучшать при помощи какого-то апгрейдить и так далее. Вот оно сейчас работает со зрителем и воздействует на него. Ну и то есть я еще больше укрепилась, что я хочу быть режиссером, только не кино, а театральным режиссером. Ну кино тоже меня интересует. Но пока вот как-то кино не принимает. Сколько было попыток, все в стол, да. Или как-то вот мы не находим общего языка с сценаристами пока. Каких качеств характера требует профессия театральный режиссер? Ну талант как бы подразумевается, потому что это невозможно ничего придумать, если у тебя нет фантазии. Знаю только лишь механику, да? Механика не работает в этом деле. Здесь всегда есть совершенно другие ключи. И нет, как бы... Как много поколений, да, хотят в код этот разгадать. Код, да, в чем талант, формулу творчества. Я скажу так, это просто умение... Ну как бы ты так видишь мир. Ты преломляешь мир и делаешь из этого спектакль. Это твое видение. Как здорово, что вы это сказали. Потому что эта профессия настолько живая, никогда никакая техника не сможет заменить талант и творческую мысль. Но техника, конечно, нужна. Это да. Но иногда ты видишь мир, а воплотить не можешь. Вспомогательно. Это как бы твои инструменты, которыми ты владеешь, обязательно. Без какой-то школы, без... Я считаю, что это все самодеятельность. Ну то есть это может быть талантливо, но, как сказать, все равно... Не подкреплено, да, в реализации. Да, не должно быть подкреплено различными вот этими... Ну то есть ты владеешь еще инструментарием каким-то для создания этого спектакля. И, конечно же, это должен быть человек-организатор. Это все равно карабас-барабас. Без этого обойтись невозможно. Невозможно вот на... Ой, друзья, давайте вот что-то... Это, конечно, миф такой. Но это будет долго. Нет, это не будет долго. Это вообще все разрушится, да. Ты все равно должен быть лидером. И это... Не надо играть в эти сюси-пуси, в друзья там и какие-то. Все равно ты должен нести на себе как бы вот сердце Данкова. Вырвать это сердце. И так пойдемте за мной, пожалуйста. Да. Нет других вариантов. И каждый раз ты со спектаклем умираешь, потом воскресаешь и идешь дальше. Ну то есть у меня вот такие претензии к режиссерской профессии, такие критерии. Мне кажется, и неохота прям снижать никакой план. Что вы актерам говорите вот перед премьерой? Вообще кнут или пряник чаще идет? Мы делаем ручки. Мы обращаемся к Богу. Вот скажем так. Такие ручки. И мы желаем всем счастья. И так выходим на сцену. То есть это не кнут, не пряник. Это, скажем, такая своеобразная, скажем так, общинность. Да, как угодно, да. Но для меня важно, чтобы это была команда. То есть это такое должно быть единение, перемирие. Не важно, кто к кому относится. В разных театрах бывает по-разному. Берешь две звезды, и они не всегда в хороших отношениях на театре бывают. То есть по-разному бывает. Но вот этот момент единения. И мы во время спектакля, у нас типа Олимпийские игры. Мы не вообще любим друг друга в этот момент. Мне кажется, это очень важно. Тогда энергия правильная идет в зал. И нет вот этого отрицательного какого-то. Даже если делаем трагедию, все равно внутри надо держать какой-то положительный огонек. А еще, мне кажется, вот к тому списку, который у нас так получился, да, сейчас устно сформирован, насчет тех качеств, которые необходимы театральному режиссеру, хорошему, востребованному театральному режиссеру, еще, наверное, необходимо вот это качество мобильности, готовность очень быстро сменить географию, очень быстро оказаться в другом городе, в другом коллективе, на другой площадке. Это сложно или в этом азарт? Если я вам сейчас расскажу про свою мобильность, это никто не верит. Никто не верит. Давайте мы тоже не поверим. 12 апреля у меня выпуск в Новосибирске. Нет, во-первых, вчера я стала главным режиссером в Екатеринбургской москомедии. О, я вас поздравляю. В Свердловской москомедии. Как мы прям вот по событиям-то попадаем. Сегодня я продолжаю репетиции в Новосибирске. 12 апреля у меня выпуск спектакля. 30 мая мы выпускаем мюзикл в Москве. 12 июля мы выпускаем спектакль «Маска» в Театре Российской Армии драматически. Так, успеваем следить. И еще, помимо этого, там есть один детский большой федеральный проект. Студенты ГИДИСа у меня есть свой курс и так далее. В данном случае я называю это не мобильность, а когда ты в потоке, ты как-то все умеешь разруливать. Вот, например, как бы я уже давно отучилась мыслить линейно. То есть параллельно, вот забрасываешь информацию, то у меня вчера был просто какой-то совершенно сумасшедший день. Даже не сумасшедший, а он, как будто я вот как губка, и вот бжу-бжу. Мне нужно было все впитать, все какие-то коллеги, это, 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 все проблемы. Театр запустить в себя, что нужно сделать там юбилейный концерт. Параллельно мне звонят, да, то есть это вот это вот нелинейное существование. Я вообще всем рекомендую. Это очень просто. Если что, могу дать мастер-класс. Да, ну то есть ты, ну, как бы сказать, не мучаешься в решении вопроса, а как бы впускаешь его, доверяясь как бы своей интуиции и так далее. Он все само собой разруливается, что ли, как-то вот в процессе. В жизни очень много подсказок, как правильно действовать. И потом, если ты уже привык, вот в этой, у меня параллельно два мира есть. Один фантазийный, вот где я все придумываю, и вот это он такой же, скажем так, осязаемый, как и мир реальный. Поэтому в реальном мире ты должен очень четко быть организованным по времени. У тебя есть несколькие составляющие, в которых нет ни в коем случае. Это все какой-то миф, это неправильно. Но это, может, поэты могут себе позволить или композиторы, а режиссер не может себе этого позволить. Он все равно должен четко понимать графики, время, сколько у тебя есть, какую-то, понимать, где проблема, как ее решить. И есть вот этот другой мир параллельный, где реализуются все твои фантазии, где собираются эти пазлы в какие-то картинки, где у тебя приходят мысли, идеи, кого с кем надо соединить, чтобы получилось то-то, то-то и то-то. И вот как-то вот я уже привыкла к этому. Сопутствующий шум для наших зрителей уточним. Мы, конечно же, находимся в театре, это живой организм. Идет монтировка декораций, как раз-таки подготовка к премьере, поэтому мы все это слышим. И при этом продолжая мы идем дальше. Скажите, пожалуйста, премьерный показ – это волнение или это радость? Это букет эмоций, это… Ну, стараюсь все больше уходить в радость. Ну, волнение радостное должно быть. Не должно быть… В нем нельзя заряжать новый, скажем так, спектакль каким-то таким… Ой, это не получится. Даже если не получается что-то, надо верить, что вот сейчас встретиться, и все получится. Потому что, ну, невозможно. Потому что актеры это все видят. И если у тебя есть хоть какие-то сомнения в том, что это плохо, неправильно, если ты вот какой-то даешь вот этот нехороший какой-то момент, тогда они тоже… У них начинает как-то все кукситься. Да, поэтому, мне кажется, вот этот заряд нужно нести, нужно как-то в себе еще коммутировать вот эти вот… Вперед. Ну, командир… Вот знаете, вот почему, когда вперед, за мной кричит командир, и рота бежит за ним вперед? Потому что он уверен. Потому что он уверен. Вот на нас лежит такая же ответственность, конечно. Какой он современный зритель? Ваши наблюдения. Во-первых, хочу сказать, что очень активно стал зритель ходить в театр сейчас. Я тоже заметила. Очень. Билетов в Москве нет вообще. То есть, как бы настолько какой-то интерес сейчас к живому именно искусству, к живому общению. Как будто зритель приходит и просит, скажите мне что-то такое, от чего мне станет лучше, или что-то прояснится в моей жизни. Вот. И зритель очень разный. Даже вот те, кто вроде простые люди, они стали стремиться как-то к культуре. То есть нет такого, развеселейте меня. Ну, может быть, и есть, конечно, там, в какой-то сфере, там, антрепризные и так далее. Но все равно, даже я смотрю, и антрепризы стали немножко подниматься. Уже не все муж под кроватью или жена там где-то на балконе. Да. А какие-то берутся названия. Допустим, я вижу Зорин, Варшавская мелодия или еще что-то такое. То есть какие-то названия серьезные. То есть, значит, и в той зоне тоже зритель как-то поднимается и хочет про какие-то чистые чувства уже. Я как-то уважаю зрителя. То есть нету мне такого, что вот, ему не нравится зрителю, значит, он что-то не понимает. Он имеет право не понимать. Ничего такого здесь нет. Ну и угождать зрителю, конечно, это тоже неблагодарное дело. И угождать не надо. Свалиться в это очень легко. Все-таки вести лучше за собой. Вести за собой, да. Уважаю, вести за собой. Это, конечно, вот такая, наверное, миссия у режиссера. Часто ли вы сами посещаете театр уже как зритель? И легко ли спектаклю вам понравиться? Я когда вот... Или вы придирчивая? Нет, вообще не придирчивая. На самом деле, вот когда я зритель, я зритель. Ну, понятно, я иногда, тогда, если мне надо, я включаю режиссера. Но я стараюсь прежде всего проверять спектакль на эмоциональном уровне. То есть если это, ну, как-то меня волнует, я плачу всегда на спектакле. Мне очень близко вот эта эмоциональная какая-то история. То есть если меня что-то захватывает, я смеюсь. Если что-то меня тревожит, я плачу. И вот если эти эмоции во мне вызываются, то есть я люблю эмоциональные спектакли. Вот это точно. То есть когда слишком грузилово какое-то я... Ну, это вот мое личное, как бы сказать, личное восприятие. Ваш выбор как зрителя. Да, да. Ничего здесь такого нет. Я очень уважаю многих режиссеров и многие постановки умные такие, но сложные. Но я никогда так не могу делать. Я человек эмоциональный. У всех свой почерк. Да, да, да. Я все время смотрю, ну как вот. Это же надо формулы прям. Это же математика. Это же просто какие-то сложнейшие сентенции заложат в этом спектакле. Я человек эмоциональный. Мне нравится будоражить чувства зрителей и свои чувства. Поэтому у меня вот так. В нашей программе время небольшого блиц-опроса. Это пятерка коротких вопросов. Тут главное правило отвечать коротко и быстро. Давайте попробуем. Хорошо, попробуем. Давайте. Вопрос номер один. Что людей удивляет при знакомстве с вами? Открытость. Комедия или драма? Что выбираете? Все выбираем. Все люблю. И трагедию еще люблю очень. Пара слов о вас. Я добрая. Это слова белотеловые. Я добрая. На что вам жаль тратить время? На бессмысленные разговоры и какие-то бессмысленные действия. И, наконец, мечты сбываются? Да. Однозначно. Просто все. То есть мечтать полезно? Да. Во второй части программы о том, что там в обычной жизни за кулисами. Как вы любите отдыхать? Перемена работы, скажем так. То есть смена деятельности, это лучший отдых. И, конечно, я один какой-то там две недели выделяю в году для того, чтобы побыть семьей и уехать куда-нибудь. Вообще далеко-далеко от цивилизации. Вот как раз насчет семьи. Конечно же, счастлив тот человек, который умеет мечтать и у которого мечты сбываются, планы воплощаются в жизнь. Но вдвойне счастлив тот, у кого есть личная группа поддержки в виде друзей, семьи. Вы в этом плане богатая? Ну, я так скажу, что семья не группа поддержки. Она наоборот. Ну, потому что сейчас сидите у меня подростки. И там поддержки... Вы очень нужны наоборот. Там никакой поддержки нет. Там только мама все время... Я еще все время в любом городе с каким-то большим биноклем нахожусь. То есть, чтобы все время следить, что там происходит в доме. Трое, да? Да, трое детей. Притом старшая вдруг неожиданно в этом году заканчивает школу, заявляет, что она хочет быть артисткой. Так. Потому что до этого вообще были другие планы. И это, конечно, какое-то волнение такое. Я говорю, может, не надо. Вообще не та профессия, на которой... Ну, это вообще такая сложная профессия. Так важно, чтобы все звезды сошлись. Там и так далее. И столько переживаний с этим. Я говорю, ну, может быть, одумаешься? Нет, ничего. Самое главное, я пытаюсь ей помочь что-то. Мама, не надо мне помогать. Я говорю, ну как? Я же известный режиссер. Я же могу тебе сделать программу. Нет, я сама. Это вот... А я переживаю. И так вот с каждым. Я думаю, у неё уже вкус сформирован, насмотренность есть. И понимание, вот знаете, на каком-то уже интуитивном даже уровне. Да нет, хочется же подготовить. Я же могу это сделать. Я же, как бы сказать, ко мне обращаются другие люди. А она типа нет. Нет. Независимая. Я тебя стесняюсь, ты мне вот это не указ там и так далее. То есть много доводов, чтобы ко мне не обратиться. Какие таланты у остальных уже проявляются? Как вы думаете, куда там дорожка? Да я думаю, дорожка туда же. Туда же? Потому что все вдруг начали интересоваться искусством, ходить в театр. У них было категорически нет. Они побывали, ну так как маленьких, берёшь с собой на репетиции. Они надеялись, да? Да. И они были в ужасе. Говорят, мама, почему ты кричишь на этих людей? Я говорю, ну это мы репетируем. Понимаешь, это репетиция. А как они тебя терпят? Такая прям вообще злая. Я говорю, ну что вы, это же мы репетируем. Я громко разговариваю, иногда ругаюсь, но для того, чтобы быстрее... Нет, ни за что мы в театр не пойдём. Теперь вдруг это стало интересно, все как-то по-другому стали относиться. Прям Настя такая намечается. Не знаю, ещё ничего не знаю. Я не то, чтобы... Это может быть всё пройдёт, и я надеюсь, что пройдёт. Но вот сын очень хорошо рисует. Я всю жизнь мечтала, чтобы он стал архитектором. Вообще вторая моя любимая профессия – это архитектор. Я считаю, что это просто чудо какое-то, а не профессия. Нина Владимировна, а давайте вот немножко вспомним, а как вас вообще в профессию отпустили? С лёгкой душой, с благословением? Или это было вопреки выбору ваших родных? Я же была отличницей круглой вообще. И мама медик, да. И медик, я очень хотела в медицинский институт. У меня были все шансы туда поступить и так далее. То есть у нас в медицинский институт, это было всегда какая-то вот прям вот туда надо. И я так всегда, ну да, да, да. А сама уже планировала всю жизнь свою по-другому. Конечно, все были против, но как-то было всё равно, если честно. И вот как бы красный аттестат, вот этот, он не нужен при поступлении в театральное. Он ничего не играет, потому что там конкурс, там вот эти три тура, если тебе не понравился, ты не пройдёшь. Ни по какой, да, пятёрочный аттестат тебе не помогает в этом. Вот он мне не пригодился ни разу, никогда, нигде. Вот. И пошла поступать, и прям такая упорная была. Поехала сначала в Москву до третьего тура, там дошла в некоторых учебных заведениях. Даже несколько было. Да, да, ну как сразу. Ну все так поступают в театральный. Везде надо. Когда, да, потому что... О себе заявить? Да, но это для меня был такой стресс. Это не то, что стресс, что я не поступила, а сам стресс поступления. Я вообще не ожидала. Я всегда была какая-то такая... Культмассовый сектор, вот это я. Всю жизнь, мне кажется, с детского сада занимаюсь этим культмассовым сектором, возглавляю. Вот. И я думала, что вот я прям сейчас выйду, и всем понравлюсь сразу, прям, ну... Как всегда. Просто в одну секунду, да. Оказалось, что это какой-то тяжелейший момент. То есть вообще такая неуверенность, такая во мне это очень сложно пережила. Вот. И в итоге в Москве не поступила, поступила в Воронеже. Но поступила потом уже после этих переживаний очень легко. Вот именно вот так. И не жалею ни разу, потому что жизнь ведет как-то по спирали. То есть каждый раз я получаю какой-то опыт, и дальше уже в Москве поступила на режиссур. И так далее, и так далее. И это очень, мне кажется, важно. Вот лично для меня, вот Бог знает, что делает. То есть мне нельзя, вот, видимо, вот так вот сразу. Поэтому вот эта спираль, она меня обучает все время. Вот эта жизнь немножко вот как бы по кругу, но вверх. Вот это может быть... Да и слава Богу, что так. То есть я вообще как-то не жалею ни о чем. Раньше были какие-то еще, но, видимо, с возрастом еще меняешь отношение к жизни. Вот так оглядываешься и думаешь, да все не зря. Все так и надо, чтобы было. Вот. Поэтому все идет своим чередом. Что вы читаете, слушаете, смотрите для вдохновения? Дело в том, что у меня как бы, ну, как это... Или это все совмещено, как раз, с профессией. Я вам сейчас так скажу. Вдохновение есть грунт, на котором я существую. То есть без этого нельзя. Я берусь только за тот материал, который откликается. Могу себе уже это позволить. Просто не заманишь, потому что, как сказать, ничего не получится просто. Вот этот грунт, а дальше уже может все, что угодно вызвать. То есть у меня нет такого, что я не занимаюсь детскими проектами. Да мне иногда это так нравится. И все откликается, поэтому, ну, скажем так, вдохновение у тебя внутри находится. У каждого человека внутри. Просто надо прислушаться, что тебе вот... Мне иногда вот просто побыть некоторое время, там, посидеть у озера какого-нибудь, и уже столько мыслей, столько всего. Иногда какая-то нечаянная мелодия, услышанная где-то вообще. Вообще где-то. Тоже откликается. А читаю, знаете, разное. Но вот нет такого, что... Вы сегодня видите, как в окружении книг. Как это так определенно. Да, да. Нет, книги – это очень-очень важно. И мне сейчас очень понравилось что-то перечитывать, потому что вот дочка со мной разговаривает по поводу... У нее же литературу сдавать. А я иногда себя со стыдом ловлю на том, что я не помню вообще этих персонажей. То есть какие-нибудь отцы и дети, я вообще уже не помню. Это как раз-раз быстренько надо хотя бы как-то освежить. Да, и так далее. Иногда, погружаясь вот в эту литературу, которая из прошлого, ты находишь для себя столько чудесного. Поэтому всех призываю, не забывайте то, что мы проходили в школе. У меня сейчас новый опыт в связи с этим. Что оказывается, это так интересно. Эти капитанские дочки, Дубровские. Все это как-то живо, так современно. На сегодняшний день актуально. Все. Поэтому вот тоже интересный опыт сейчас переживаю. Поэтому читать и читать. Читать. Это тоже такой совет, который всегда актуален. Да, да, конечно. Нет, это часто говорят даже. То, что ты читаешь глазами, это намного полезнее, чем слушать аудиозаписи какие-то и так далее. Потому что у тебя вот этот мозг начинает работать. Ну, медитация своей герой тоже. Да, да, по-другому. У тебя картины такие перед тобой. Ты как-то представляешь этого человека. Ты сам работаешь. Твой весь аппарат. Твой мозг определяет, как звучит этот герой. Твоя душа работает. Потому что, ну, это же, понимаете, мы просто буквы читаем и плачем. Представляете, какой процесс в организме идет. Поэтому вот, ну, даже для здоровья это полезно. Чтобы не было никаких склерозов там и так далее. И маразма в конце жизни. Нужно читать. И ходить в театр. Да, ну, это само собой. Нина Владимировна, если сегодня подытожить, что зрителям ожидать от спектакля, почему вы рекомендуете все-таки обратить внимание на свою работу? Ну, я считаю обратить внимание, потому что действительно посыл и от меня, и от артистов, и от художника, кстати, художника Евгения Швец. Замечательно просто тоже много с ней работаем. Очень фантазийная, оригинальная, интересная, необычная. Вот. У всех посыл такого, у всего коллектива, дать такой заряд бодрости, витамины радости людям. Поэтому, мне кажется, вот сейчас именно весенняя премьера, и вот как это необходимо, удобрить свою почву, скажем так, внутри, чтобы все твои мечты проросли и реализовались. Да, будет так. Спасибо вам большое, что сегодня после перелета уделили нам время. Я желаю и вам, и театру удачной премьеры, и надеюсь, что до скорых новых встреч и в эфире, и в театре. Спасибо. Приходите обязательно. Обязательно будем. Продолжение следует...